Итак, начался спидран Contra Rebirth, и сразу же первая же отсылка была, которую пропустили, это каркадные версии, там где диалог двух персонажей. Начинаем мы игру, в общем-то, за... Ну, спидран в целом начинается, скорее всего, за Брауни. Интересно. А, по-моему, за Плискина в основном. За Плискина, да. Спидранят в основном за Плискина. Плискин самый большой персонаж, у него самый большой хитбокс, и он считается вообще самым сложным персонажем для прохождения игры как таковой. Он открывается после прохождения на хардкоре, ну, на высоком уровне сложности. И также мы видим здесь персонажей Ягоя, Билла и Брауни. Ягоя вообще непонятно зачем здесь, потому что его не должно было существовать в этом мире. И вот нас вертолет доставляет на космическую станцию, как это не смешно, и под классическую музыку для джунглей мы бежим по космической станции. Это суперклассно, хотя вот из-за большого биля эффектов не видно ни пуль врагов, ничего. Но спидранеру это все нипочем. На самом деле здесь пропустили катсцену, где просыпается голый Билл, которого перенесли в прошлое, для того, чтобы он остановил разрушение зарождающейся контры. И он там сидел голый и получал Брауни повязку. Это была, в принципе, отсылка на Терминат, это такая классная. Но это мы не увидели. И здесь мы видим отсылку на Чужих, тот самый грузоподъемник, на котором Рипли уничтожила Ксеноморта. Ну и, собственно, не классический для... вообще для Контры. Первый бой происходит сразу же с инопланетянами, и кажется, что это конец игры, что ли. На самом деле нет, все только начинается. И мы, в общем-то, спускаемся на землю, чтобы дочистить всех остальных негодяев, которые хотят уничтожить зарождающуюся контру. И здесь мы видим тоже две отсылки. Во-первых, на плакатах изображен доктор Веном, и там была еще девочка, которая ехала на скейте. Эта девочка из аркадной версии Чужих Пашек Ниндзя, которая тоже едет на скейте, когда вы ее ударите, она так же грустно уезжает. Вообще, в целом, этот весь уровень, это одна большая отсылка на город из Alien Wars. Тут даже есть собачки-мутанты, которые теперь обрели крылья и пытаются нам вообще помешать. В общем, тут, как и во всех контракт, самая эффективная стратегия – это спред вэпон. Дальше мы видим очередную отсылку к контре – это те самые стены, которые везде есть. Вот, можно было заметить собачку с крыльями. И вот, в общем-то, финальный босс этого уровня – робот, который, на самом деле, скорее всего, был сделан на том же заводе, что и робот из битвы на шоссе в Hard Corps. Потому что такие же шарики, которые в нас стреляют, но... Ну, в общем, мы быстро его ракетками и уничтожаем спидране. Переходим на лифт автоскроллер, который, к сожалению, мы не можем ускорить. Вообще, игра изобилует автоскроллерами, где мы должны не стоять отстреливать врагов и ничего более. Автоскроллер – вообще большой обои для спидранов подобных игр. Ну, здесь, в общем-то, весь раунд спидран заключается в том, чтобы правильно в нужном месте стоять. И на самом деле, даже в казуальном прохождении игра не такая сложная, потому что даже на тяжелом уровне сложности бесконечное количество континумов... И, кстати, вот сейчас показали нам Шефа Саламандра. Очень интересно. Это якобы главный враг игры, но в японской версии сохраняют интригу, показывая нам Гитлера. Якобы так видят люди, ну, члены Контры Шефа Саламандра. Но Гитлера нельзя показывать в европейской и американской версии, поэтому всю интригу уничтожили и показали прям Яшик, Шефа Саламандра. И это начинается, на самом деле, самая динамическая часть игры. Тут роботизированные ламы, солдатики. Сейчас нам покажут, скорее всего, солдатиков, которые выстраиваются в такую же цепочку, как в Сеговской Контри, смешную, и будут пытаться нас уничтожить. Да, вот эти солдатики. Вот они, там цепочки, но мы особо не видим, потому что спидранер знает, откуда они вылетят, и быстро их уничтожает. И первый мини-босс этого уровня, это... Боже, как же его зовут? Рокет-нинджа Сасаки. Классический мини-босс Контры, который теперь... Который, на самом деле, доставляет очень много боли в казуальном прохождении, если его не заучить. Теперь водитель немножко в шоке, что в 73-м году, в который нас перевезли, есть роботизированные ламы, поэтому он даже не думает отпускать педали газа и пытается раздавить их всех. После этого мини-босс. Это было бы уничтожить нас что у нас есть стампетия о робо-ламахах, если вы слышали о том, что я вам сказал, и мы будем рвать на баксе их. Когда я впервые играл этот гейтаж, я пришел к этому, и я думал, что это гейтаж, это гейтаж, что я должен рвать этот гейтаж, я думаю. И shout-out to the guy driving the truck. Он был рвать на трюк весь уровень. Он не был, Мы переходим плавно к концу уровня, расстояние между альпаками с каждым разом все увеличивается и увеличивается, нужно быть максимально аккуратным в этом плане. И сейчас мы полетим на ракете, почему бы и нет. И эта самая ракета становится финальным боссом этого уровня. На самом деле самый сюрреалистичный босс, в принципе, такой, как будто бы классический босс вертолета, на самом деле нет. И считается самым сложным боссом в игре. Этот босс очень нанесен. Это, как, второй-то лучший босс в игре. Есть один удар, я думаю, это был наш первый удар до сих пор. Просто, как эти миссии вертолеты... Хорошо, у нас есть три удары. Как они вертолеты, это не имеет никакого смысла, и это не консистентно. Так что это может привести к этому боссу в большинственном результате для ПБД. И теперь почему-то боеголовка решила стрелять в нас лазерами. Тоже, кстати, очень странно для 1973 года, но разработчики именно так его и видят, похоже. О, почти. И я умру, после я съеду босса. Ты инвенциал, так что ты не потеряешь жизни или оружие. После смерти босса вы можете спрыгивать с платформы и будете погибать, но не терять при этом жизни. Так дайнеры веселятся в своих прохождениях. И в этом моменте игры мы встречаем как раз-таки этого Близкина, и наши герои стоят в позе буквы В, что является отсылкой к фильму Виктори с Сильвестом Сталлоне в главной роли. Картинка один в один копировала постер фильма. Ставшая классическая для Контры уровень про руины храмов Майя. Это все случилось из-за игр для PlayStation 1. Там очень любили разрушать в играх Contra для PlayStation 1 все пирамиды Майя, все эти храмы Майя, поэтому почему бы и не сделать отсылку и туда. Тоже автоскроллерный уровень, довольно простой, просто нужно спуститься вниз и победить босса. Ничего сложного. В моем голове это бесплатное деньги для них, если бы они просто... М2 это компания, которая сделала эти три игры. И они мастер-сопортированные игры, так что я чувствую, что... Они могли бы разобраться и начать. Потому что они не разрешили... Castlevania, Contra и Gradius коллекции, но ни этих игр не было в онлайн. И мы сейчас, прилетая, заметили каменное лицо справа на экране. Это как раз и есть наш босс, который следовал за нами. А теперь начинается классическое спасение из пирамиды. Нужно сбежать, пока все не разрушилось. Вот. There's a couple of jumps that are pretty tight. You have that jump, and then these two jumps. It's pretty easy to try and jump a tad too early, and then you end up just walking off. But you can do this entire screen almost entirely non-stop, which is a small time save that I found over the old record. I do have the current record for this category, and for easy mode. So I found some small time saves all over the place. This is the end of the game, which is a random one who spawned out of these blocks. There are three random ones that spawned out of these blocks. There are three random ones that spawned out of these blocks. And then we show the Lens. Although he's переодet in a woman, it turns out that he's working under the cover. And he often посещает косметолога, so that he didn't rush. он борется в одиночку с ордами инопланетян, и сейчас классический уровень внутренности инопланетянина. И, в общем-то, с помощью смерти мы перепрыгиваем через врага, через мини-босса, когда у нас появляются инвал-фреймы, то есть кадры неязвимости, и выбираем ту позицию, в которой у нас не можно спамить своими самонами, и спокойненько расстреливаем, несмотря на то, что у нас отсутствует прокачка как таковая, то есть спредган, тот самый. А вот прямо сейчас нужно вспомнить Араву Мартышек из Хард Корпс, а теперь это не Арава Мартышек, а Арава финальных боссов из Супер Контра, Shadow Beast King. Это более эпично, чем Арава Мартышек в Супер Контре, но выглядит как-то странно. Ну и куда же без финального босса, это Эмпер Дейн Яба. И вот именно здесь, кстати, и зарождается фарш для любимых котлет галактического президента. На самом деле пришло время рассказать в целом про настоящий сюжет, потому что никто ничего не понял во время рана, а на самом деле что произошло. Перед событием первой части Лэнс действительно отправляется в прошлое за Саламандром, который пытается остановить зарождение Контры в 73-м году. А Билл Райзер, как мы помним из Нео Контры, это проект правительства, ультимативного солдата. И Билл один из клонов, которого привели в действие в 73-м году. Клон Билла, и все это идет отдельно от клона президента 2633 года. И здесь клона Билла будет Брауни-робот, робот правительства, который задействован в клонировании Контры. В клонировании Контры вместе они отправляются валить инопланетян. Затем волей-неволей они помогают Лансу уничтожить гнездо, и Ланс примещается обратно в 2633 год. А клона Билла вот прямо сейчас отправляют на орбиту для утилизации. Можно было заметить, что вот эта вот штука стреляет, стрелять спрайтами Билла на самом деле. И его отправляют туда как отработанный материал, но он справляется с уборщиком, и поэтому его аккуратно садят на вертолет и отправляют, как бы усыпляют, что пока он не догадался, в чем вообще вся суть его жизни. Но зачем все это было? А на самом деле, по-настоящему произошедшее раскрывает темная лошадка Близкин. Он не двился в отряд Контры, и в настоящей концовке, когда Билл уже спит в криокамере, нападает на робота и раскрывает свою сущность. Близкин — это и есть шеф Саламандр. И теперь проект Контра подчиняется ему. И с настоящей задачей Ланс не справился и провалил свою миссию. А шеф Саламандр, прикрывшись нападением инопланетян, проник в организацию Контра, и как мы помним из событий Secret Soldier, агрессором в войне с пришельцами является правительство Земли, используя солдат Контра как основную силу. А это значит, что за всем этим изначально много-много лет стоял шеф Саламандр, главный злодей игры. Он внедрился в проект Контра и перевернул всю игру. Вау. Вот, и такое не пишут на Википедии, в это надо играть. Но, да, это будет это для меня. И спасибо за ГДК, за что еще раз у меня еще раз. И, да, я надеюсь, что все все остальное в порядке. Продолжение следует...